Сегодня воскресенье, мы отдыхаем просто в офигенно красивенном месте, мы уже тут устроили фотосессию. Если вы подписаны на меня в инстаграм, то скорее всего уже видели эти фотографии. Но здесь офигенно, просто красиво, такое впечатление, что я где-то, не знаю, в каком-то Гранд Каньоне как минимум. Ну если не в Гранд Каньоне, так в Каньоне так точно. Сегодня последний выходной, уже 11 мая, и мы решили его провести где-то на природе. Сейчас вот отдыхаем с ребятами, тут расслабляемся. В первый раз уже за этот сезон достали подстилочки. Так приятно вообще полежать, когда солнышко так греет кожу, и так лежишь, ветерок такой лёгенький обдувает. Класс, в общем-то, я просто наслаждаюсь. И там ещё у нас с этой стороны море. Вода просто обалденно чистая, лазурная такая, цвет просто бирюзовый. Я не знаю, что случилось, но море стало просто потрясающего оттенка в Одессе. Всегда оно было таким мутно-зелёно-каким-то серым. А сейчас, я не знаю, оно может самоочистилось, и что с ним случилось, но оно просто обалденно. И вот я вот здесь вот покажу вам немножко. Мы, кстати, на 16-й станции. Я вам уже показывала ту часть 16-й станции, там, где отстроена новая набережная, отстроена. А здесь такой более пустырь какой-то. В общем-то, и здесь вот такие вот офигенные просто скалы, на которых получаются обалденные просто фотки. Никита, кстати, там уже я сейчас попробую вам показать. Никита пошёл плавать, ну, плавать это нельзя назвать, но вон он, если вы его видите, в красных шортах ходит по коленам в воде уже. На подстилочке это наши друзья здесь. А мы отдыхаем. Чуть позже мы запланировали поехать тоже в Луна-парк, потому что с нами ребёнок пятилетний, и мы думаем его поразвлекать, и сами тоже покататься на... Ой, мам! Сами тоже покататься на каких-то аттракционах, поэтому возьму вас обязательно с собой. Ну, как водичка? А? Как водичка? Очень тёплая. Действительно тёплая? Да, надо со в 14, может больше. Да, посмотри на это море вообще, какое оно чистое. Зайди попробуй. Да ну, я в таких штанах. Потом кроссовка. Оторвать вот здесь нафиг. Будет ещё моднее. Ну, сделай себе немного, как я дай. У тебя такие секси-шортики. Да. Просто на весь YouTube будешь звезда. Ты это видуешь? Да, до 100% вообще. Я думаю, я тут в море не полезу, просто погуляю, наверное. Ну, как-то, честно говоря, уже хочется даже и в море залезть. Уже столько людей отдыхающих, и уже даже купаются. Я уже минут 10 в ней стою, и вот ноги даже не сходят. Очень рекомендую. Я рекомендовал. Потом при редактировании узнаю, что ты говорил, да? Да. Моим зрителям. Я говорю Одессу. А, ну да, 100%. Надо приезжать. Да, машины сегодня летают. Как вам интересно врезался, так что уж перевернулся. Может, неправильно повернул. И вернул. Короче, не знаю, в чем вся история, но машина перевернулась. И вызвали эвакуатор, чтобы ее переворачивать. Все целы, все живы. Ничего не случилось. Но вот машина, конечно, помятая конкретно. Они, мне кажется, ее сейчас угробят вообще. Она и так пострадала. А сейчас будет жопа. Блин. Помятая, да. Мы уже почти пришли в Лунопарк. Он находится в парке Шевченко. Поэтому сегодня я вам покажу парк Шевченко. Вот это его центральный вход. Вот так вот он выглядит. Я не сказала бы, что я его очень сильно люблю. Как по мне, то он какой-то немного загаженный такой. И тут особо даже погулять как будто негде. Потому что в какую сторону не пойди зимой, тут вообще темно-темно и стрёмно. А вот летом, не знаю. Ну, короче говоря, не очень мне нравится это место. Мне очень красиво. Центральная аллея, ты считаешь, красивая? Ну, я не знаю. Мне кажется, есть и получше парки. Этот какой-то не самый прям уж такой красивый. Сейчас, в общем-то, пройдёмся. И с другой стороны этого парка как раз идёт Лунопарк. И вот видите, о чём я говорю? В принципе, летом, когда всё зелено и когда светло, здесь очень даже неплохо. Но представьте, вот то же самое с лысыми деревьями, абсолютно без травы и без единого фонаря. Я думаю, вам не понравится. Мы пришли. Вот, собственно, и Лунопарк. Тут уже видно колесо обозрения. И чуть дальше посмотрим, какие аттракционы. Я хочу на осьминожку. По-моему, вот эта, кстати, она и есть. Вот здесь вот сбоку стоит. Посмотрим, посмотрим. Мы идём кататься на осьминожку. Я прям уже давным-давно не каталась, поэтому очень интересно, как оно будет сейчас. Вот, мы к тебе идём. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Тёмного бугоя! На, всё! Ну! Всё, давай, сядь! Некого не сидеть! Вы такие космические генди! Да, такие! Мы не удержались и всё-таки решили заказать пиццу. Проголодались. И мы сегодня в Марио. Этот, кстати, Марио на Большой Арнаутской, да. А в прошлые разы мы были в Марио на 9-й станции Любовской дороги. Здесь тоже очень-очень даже неплохо. Только она порезала их какими-то гномскими кусочками. М-м-м! Ням-ням-ням! Ну, в принципе, и всё. Мы уже едем домой. Сегодня был такой очень неплохой, насыщенный день. Спасибо, что провели его с нами. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Пока-пока!